Рассмотрим один из вариантов нанесения длинного удара. То есть то, что давно используется и в фехтовании, но можно использовать и в рукопашном бою, и в ножевом бою. Важной является позиция лучника. То есть чтобы относительно противника мы стали как бы боком. Именно в этом положении мы и наносим либо удар, либо укол. Именно полный разворот. Большинство тянется к противнику, хотя достаточно шагнуть и развернуться. В данном случае мы получаем достаточно длинный удар. Вариант постановки этого действия. Сначала берем резину. Опять же, это идет работа для передней руки, не для задней. То есть наша задача это раскрыться. Чуть-чуть составим движение. Главное не уходить назад. Мы двигаемся именно вперед за счет поворота. Вторым этапом можем усложнить. Берем гирю. Опять же отступаем. И работа, как бы удар снизу. То же самое. И следующим этапом мы уже можем встать в верхнее положение гирю. И соответственно. Акцент у нас идет и на разворот, и на вбрасывание гири. То есть получаем резкое движение. Получаем тактический элемент входа. Мы раскрылись. После всего, как вариант продолжения, можно закрыться. То есть уже будет двойка. Издалека. Поймали. Вошли. Поймали. Вошли. Итак, как мы применяем этот ножевый выбор? Применяется. Прямая атака, если противник атакует навстречу, это будет чистая обоюда. Следовательно, мне этого допустить никак нельзя. Самое простое действие это я наношу укол и выстраиваю против заучника, то есть пропуская него себя. Это может быть как в варианте контратаки, когда противник с шагом меня атакует. Я убираю ногу и наношу конца так вливать. Он укол, порез, это уже не суть. Также статистически я могу начинать элементы. Мы стоим в позиции. То есть я не делаю шаг прямо противника. Я делаю шаг мимо него. Выстраивая открытую позицию, после чего ухожу. Либо, то же самое я начинаю, но уже через вариант провокации. То есть мы стоим, я делаю шаг вперед в сторону, тем самым провоцирую его на укол. И в этот момент отворачивать я наношу укол. Повторюсь, важно будет выстраивание вот этой позиции. Что в пустых руках, что в ножах.